Привет, друзья! Меня зовут Андрей Шелестов, а это Оружия Ньюз. Те новости из оружейного мира, которые зацепили лично меня и, я думаю, будут интересны и вам. Сегодня в выпуске. Запретят ли мигрантам оружие? Зачем слонов хотят отправить в Германию? И почему сделали пневматическую винтовку на Азоте? Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, пиши свои комментарии и погнали! На нашем канале мы запускаем новый розыгрыш призов. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно оставить комментарий на YouTube под этим выпуском Оружия Ньюз. И абсолютно случайным методом 4 сентября мы определим победителя. И еще, поскольку все охотники очень ждут осенней охоты на утку, то мы сделаем еще один конкурс – «Утиные истории». Я думаю, что у вас накопилось немалое количество случаев, связанных с утиной охотой. Напишите здесь любую историю в этих же комментариях, и я сам выберу лучшую, автор которой получит сертификат на 5000 рублей в магазинах ОхотАктив. В Германии предложили сделать более строгие ограничения на ввоз охотничьих трофеев в страну, в том числе из африканских стран. А вот президент Бацваны, это такое государство на юге Африки, пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов в качестве подарка. О чем это говорит? Во-первых, слонов в Африке ну просто завались. А во-вторых, еще раз доказывает, что трофейная охота необходима для регулирования численности животных. В частности, в Африке чрезмерно расплодившиеся слоны представляют угрозу и урожаю, и людям. Вдогонку к предыдущей новости. Башкирия подняла лимиты охоты на 5 животных, поголовье которых увеличилось и требует контроля со стороны человека. Среди них лоси, косули, рыси, медведи и барсуки. Мне вот интересно, а предыдущие лимиты выбирались? Есть кто-нибудь из подписчиков из Башкортостана? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Компания Умарекс представила винтовку, работающую на сжатом азоте. По мнению разработчиков, чистый азот обеспечивают лучшую производительность, чем кислород, и лучше влияют на оружие. Работает винтовка на одноразовых баллончиков. Стоимость одного – 12,5 долларов. Вот в чем подвох. Его хватает примерно на 45 полноценных выстрелов, обеспечивая начальную скорость пули 310 метров в секунду. В калибре 4,5. Винтовка позиционируется как оружие для охоты на мелкую дичь и борьбы с вредителями. А вот вы как думаете, это прорыв в оружейных технологиях? Ну или из-за резряда шины азотом накачать? В супермаркетах США появились вендинговые автоматы с чем бы вы думали? С патронами. Ну знаете, это как кофе, только с патронами. При покупке камера сверяет изображение человека с базой данных – тот ли он, за кого себя выдает. И после проверки возраста можно оплатить картой. Наличные вот не принимаются. Авторы идеи предполагают, что такие автоматы будут пользоваться популярностью в небольших городах, где-то далеко от оружейного магазина. Сейчас устройства установлены в самых либеральных оружейных штатах Америки – Оклахоме, Алабаме и Техасе. Ну а на российском патронном рынке – без перемен. Сохраняется дефицит пороха и гладкоствольных патронов. А что жаль. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения запустил производство модернизированных патронов «Олимп-Д». Предыдущая версия была охотничьей, а эта – служебная. Предназначена она для частных охранных предприятий и других организаций, которые используют гладкоствольное и длинноствольное оружие. Опять запретить оружие. Теперь иммигрантам. На 5 лет. Такая инициатива появилась в Государственной Думе. На рассмотрение внесен законопроект, согласно которому любой иностранец, получивший гражданство России, имеет право приобретения огнестрельного оружия только через 5 лет. Сейчас такого нет, и новоиспеченный россиянин сразу же может бежать и получать лицензию. Из пояснительной записки к документу. Статистика свидетельствует о том, что лицам, принятым в гражданство Российской Федерации, необходимо дополнительное время на адаптацию, в период которой право на получение оружия не должно возникать. Помимо огнестрельного оружия, а к нему также относится и травматика. Накладываются ограничения на покупку газовых баллончиков, электрошокеров, пневматики с дульной энергией не более 7,5 джоулей и калибром до 4,5 мм. А как вы считаете, правильная инициатива или нет? Напишите это в комментариях. Государственную систему цифрового контроля за оборотом оружия тестируют в Тульской области. Благодаря ей можно будет отслеживать каждую единицу с момента производства, покупки и утилизации. На территории Тульской области зарегистрировано примерно 30 тысяч владельцев оружия, а на руках у них 50 тысяч стволов. Также в Туле, помимо оружейных магазинов, находятся и производственные площадки. В общем, понятно, почему Тульский регион стал пилотным. Непонятно только то, что с 19 года мы мечтаем жить в цифровом будущем, а живем в аналоговом настоящем. В общем, как говорится, в прекрасное далеко. Осторожно грибы! Приколы нашего городка. Во Владимирской области грибников будут штрафовать за повреждения грибов. О как! Собирать их можно, но только срезая ножом или аккуратно выкручивая. Грибы нельзя вырывать, пинать, а старые нужно оставлять. Ну, наверное, на развод. Этот закон действовал во Владимирской области с 2007 года. Но в тексте закона не были прописаны штрафы. И вот, наконец, депутаты определились. Штраф за первое нарушение составит от 1000 до 3, за повторное до 5. Вот только кто за этим будет следить? Непонятно. Так-то цель хорошая. Но прибивается любовь к природе не штрафами и наказаниями, а воспитанием. Или я не прав? Сегодня в рубрике «Оружейный хайп» не будет брутальных пушек, громких выстрелов. Зато будут мужики с характером. О, раз, два. О, дерутся. Так, ну-ка не драться тут на периметре. Нафиг то, если я хотел сказать. А ты включил видео уже, да? Ну что, друзья, это было Оружия Ньюз. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши свои новости, если о них знаешь. И давай вместе перезарядим отношения к людям с оружием. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши свои новости, 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 подписывайся